В третьем видео, посвященном блеску и бликам, я покажу вам, зачем мы вообще занимались этой темой. Мы займемся рисованием воображаемых предметов. Вот слева я нарисовал абстрактный трехмерный объект, чтобы проверить материал. Но мне нужно, чтобы материал соответствовал материалу с фотографией. И поэтому на протяжении этого видео я буду добавлять в материалы зеркальные блики. Если посмотреть на мотоциклетные баки, которые я нашел на ebay, вы бы не описали их как нарисованные. Скорее, вы бы обратили внимание на обработанные поверхности. На то, как блестящие эти поверхности, на размер зеркальных бликов, на их цвет. Это те самые критически важные детали, которые помогают иллюстрациям выглядеть правдоподобно. И кстати, фото товаров на ebay это отличные примеры и материалы для работы. Как и в прошлом видео, я разобью блики на основные компоненты и создам каждый на отдельном слое. Эта техника позволяет не только качественнее создать каждый отдельный компонент, но и рассмотреть каждый компонент в отдельности. Итак, прежде всего я начну со слабого рассеянного свечения. И для этого я буду использовать обычный слой и мягкую круглую кисть. Итак, я рисую мягкое свечение. Теперь я удалю мягким ластиком то, что мне не нужно. И вот на следующем слое я создам металлическую шершавость. Для этого я буду использовать настроенную кисть с разбросом. Я настрою слой на режим наложения Color Dodge, осветление основы. И для этого я буду использовать более насыщенный цвет. Я выберу нужный мне оттенок розового. Итак, режим наложения установлен на осветление основы. И я начинаю создавать шершавый металл. И хотя эти шершавости они повсюду, лучше всего они будут смотреться, если рисовать их около бликов. А вот воображение зрителя оно само добавит нужные детали. По мере того, как я буду приближаться к сердцевине блика, шершавость становится все гуще. И я сжимаю мою кисть и рисую на обычном непрозрачном слой белым. Теперь я буду использовать маленькую кисть. У нее разброс меньше. И я удаляю лишнее. Наконец, я нарисую самый яркий и густой участок блика. Это основной блик. Я буду использовать мягкую круглую кисть с очень маленьким диаметром и белым цветом. Я создаю новый слой и устанавливаю обычный режим наложения. И рисую на белом участке. И теперь там, где цилиндр выпрямляется, я использую метод click-shift-click. Кликнуть левой кнопкой, зажать shift и еще раз кликнуть левой кнопкой. Знаете зачем? Чтобы линии у меня были прямыми. Теперь давайте немного поправим линию и удалим все ненужное. Итак, я очень внимательно и аккуратно работал с материалом. Обращал внимание на то, как зеркальные отражения взаимодействуют с материалом на фотографии. Правдоподобные материалы придают иллюстрации жизни, уникальность. Они помогают рассказать интересную историю. Поэтому стоит попробовать подобные упражнения, чтобы понять поверхности лучше. И вот, когда вы приступите к работе над следующей своей иллюстрацией, несколько подготовительных набросков помогут вам в работе над основным изображением. Есть ли иные упражнения, которые вы любите делать при создании материалов? Расскажите нам о них в комментариях. И спасибо за внимание.